Почти 12 часов дня я себе сделала такие ладушки, такие блинчики с яблочком у меня, не с кабачком, с яблочком, но сладенького захотелось. Это нормально? Это очень даже нормально с яблочком. У меня одно крупное яблоко, даже крупнее, чем вот эти яблоки. У меня было одно крупное яблочко. Дневная норма углевода, напоминаю, это 40-50 грамм, содержится в двух средних современных яблочках, пожалуйста. Дневная норма углевода. Добавим в течение дня еще апельсин, это так полезно, витамин С, это 15 грамм углевода. Это 3 чайные ложки сахара. 15 грамм углевода, это 3 чайных ложки сахара. Так что мы с вами, Галли Балу, они такие девчата, мы себя не обидим сладеньким. Мы найдем себе. И будем себя успокаивать тем, что, ну вы что, углеводы нужны мозгу. Да, но количество какое. У нас идет перебор. Так, о яблочках я напомнила. Здесь яйцо, ну, польза яйца, даже не буду рассказывать. Эмбрион, зародыш, это польза. Немножко кисломолочного продукта, сода. Ну, как обычно, мы делаем ладушки. И отруби. О, да, это, конечно, фишка. Это наша фишка. Отруби. Отруби. Это целлюлоза. Что такое целлюлоза? Это клетчатка, которая нерастворимая. Есть растворимая. Это псиллиум. Такое название придумали прямо в космос. Псиллиум. То есть, тере. Шелуха подорожника. Это растворимая клетчатка. А отруби нерастворимая целлюлоза. Отруби в желудке разбухают и создают впечатление сытости. Надолго, надолго. Все витамины находятся не в ядре, а в шелухе. Кто-то скажет, ну, подождите, вы говорите, что это транзит, как зашли, так и вышли отруби. А как же витамины? Вот как раз витамины и все минералы усваиваются. Они успевают усвоиться. Вот так. Ну, что еще о трубях напомнить? Отруби – это метла. Они разбухают в желудке, создают впечатление сытости, идут по кишечнику и выводят все токсины. Различные плохие жиры. То есть, даже понижают холестерин. Отруби. Выводят соли холодных металлов. Отруби очень-очень полезные. Две столовые ложки отрубей – это где-то 12-13 грамм будет всего лишь отрубей. Ну, у меня две десертные ложки, две столовые я так использую. Ну, вот это польза. Для худеющих это просто супер. Они такие коричневые у меня немножко получились, но они такие получатся у всех, потому что это отруби. Это же не белая мука. Очень вкусно. Я еще украшу, конечно, корицей. Молотая корица есть. Украшу корицей. И положу сверху по ложечке, по хорошей ложечке. Так, неэкономно. Вот у меня здесь такой густой-густой йогурт. Вот. Неудобно одной рукой. Но вы понимаете, о чем я, да? И получатся эклеры. Просто эклерчик. Итак, побольше положу еще йогурта. И вот посмотрите, кто-то скажет, ничего себе диетка. Вот это на диете одна. Хочу сказать, если вы не наедаетесь вот этими оладушками с одним яблочком и от отруби здесь, добавьте себе еще что-нибудь. Сделайте салата. У кого-то красная рыбка есть. Кто-то яйцо себе отварит. Добавьте чего-то себе еще. Самое главное, чтобы это не было сладкое, чтобы это не было мучное. Вот это самое главное. И напоминаю всем. Сразу не ешьте сладости, конфетки. С утра можно, не можно, нельзя. Попозже немножко. Пусть пройдет немножко времени. Пища усвоится хорошо. И, возможно, вам даже сладкого уже не захочется. Но об этом рассказала и напомнила. Едим с вами вкусно. Порции у нас с вами объемные. И мы при этом еще даже стрынеем. Вот так. Чтобы худеть, нужно не урезать калории, а повышать ценность калорий. Вот тогда не будет жора, срыва и аппетита. Правила для похудения повышать ценность калорий. Вот сейчас заодно приподниму салфеточку и покажу вам пасхальный кекс остался. Так это угощали еще людей. Вот, пожалуйста, какой в разрезе, а? Сказочный. Мучной никто не ест. Я тоже не буду есть. Я поела первый день, мне достаточно. Он долгоиграющий, он не портится. Он не будет черствий. Черствый, тут много масла. То есть не пропадет. Постепенно будем доедать. Ну что, едим вкусно? Порции объемные не маленькие, да еще и стрынеем. Всем приятного аппетита. Кто со мной? Зеленая лужаечка. И только маленькая такая точка с маргаритками. Я уже ее фотографировала, была, снимала на видео даже. Вот эту маленькую точку такую вот. Маленькое пятнышко даже скорее, маргариточки. Только в одном месте. Такая большая лужайка. Сегодня вторник. Каждый день на полянках играют в волейбол. Три девочки, пожалуйста. Каждый день играют в волейбол. Это не спортивная площадка. Здесь нету сетки. Вот развлекаются девочки. Красиво играет в волейбольчик. Малысы. Посмотрите, а. Я не помню, в каком году, сколько десятков лет назад я видела, когда играют в волейбол. Супер. Ну, я когда-то играла, занималась волейболом. Был хороший у меня польский мяч волейбольный, желтого цвета. Вот девочки играют. Вот так развлекается молодежь. Увеличила кадр. Пожалуйста, посмотрите, что делается. Массово, массово играют с мячами. Играют в выбивного. Это взрослые люди, это не дети. А вот дальше, вот там, уголочки, посмотрите, играют в волейбол. Посмотрите. Да, я поражена, честно. Я у нас в Украине такого не видела. Никогда. 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 Это взрослые люди, это не дети. Вот вам, пожалуйста. В обивной. Супер, радуется. Супер. Факты. Вот факты. Вот так проводят время на природе. А у нас что? Шашлыки, пивасик. К пивасику еще. Да, да. У всех мячи. Сколько мячей. Вы видите, сколько мячей. Класс. Есть чему поучиться. А в уголочке, вот там, в волейбол играют. Видите? Вон, в уголочке. Вот так. Вот так. Супер, радуется. Довольно возрастные люди. Довольно возрастные люди играют. А вот там дальше опять волейбол играют. Видите? Здесь в обивного на первом плане, а дальше волейбол. Там в углу тоже волейбол. Класс. Молодцы. Вот вам и Турция. Сейчас 7.40 уже. У меня вечерний променад. Вот вам показываю, пожалуйста. Тены такие. Это не одно и то же вам показываю. Нет, нет, нет. Мне кажется, здесь даже не было еще. Просто очень много вот этих вот укрытий от солнышка. Очень много здесь. Сейчас много и людей пришло. Особенно вдоль моря. Вот я вам покажу. Очень много приходит людей сейчас с едой. Почему с едой? Потому что у людей пост. И можно есть у мусульман вечером. С какого-то определенного времени. Ну, не знаю до какого времени ночью. То есть днем мусульмане не едят. Нельзя есть и нельзя пить вообще водичку. И сейчас здесь много людей пришло. Ну, вот я сейчас иду. В основном сидят вдоль моря люди. Сейчас посмотрим так аккуратненько, издалека посмотрим. Приходят все с большими сумками, с пакетами, с утками огромными. Даже в виде ращайничками. Стоят чайнички на таком примусе. Два чайничка металлических. Люди заваривают чай, будут сейчас есть. Не ели целый день. Ну, у них такой пост. Так проходит у людей. Нужно уважать культуру любой национальности. Вот. Идут с сумочками. Все будут сейчас принимать еду на природе. Большие сумки у всех, конечно. Большие сумки. Вот даже женщины идут. Женщина с девочкой идет и несут сумочку. Наверное, своих где-то ищут. А вот красивые деревья. Красный цвет такой красивый. Цветочки красные. Не знаю, как называются эти деревья. Не знаю. Но вот, пожалуйста, красивые. Красивые цветочки. Пышные такие. Может быть, кто-то знает, что это за деревья. Напишите, узнаем. И будем знать, что это за деревья. Вот такая лейка. Вот этих деревьев здесь. С красным цветом. Красивым. В этой части парка точно, наверное, не было еще. Очень большой парк. Очень большой. Вот заодно еще хочу показать березки. Колоновидные березки. Смотрите, да? Красивые такие. Веточки, как у ивы, да? На улице так хорошо, так свежо. Небольшой ветерочек маленький. На улице божественно. Увеличила кадр. Немножко показываю. Все за столами сидят. На стульчиках. Вот люди идут. Сколько водички несут. День не пили водичку. Будут пить водичку. Смотрите. А сейчас почти 8 часов. Это только сейчас можно есть. Вот вдоль моря сколько людей. Посмотрите. Сколько людей вдоль моря за столами, на стульчиках сидят. Красиво как. Все приходят с едой. Я должна это снять. Посмотрите. Это я возвращаюсь уже домой. Восемь часов вечера. Посмотрите, что творится. Ну, почти восемь часов. А рядышком волейбол. А? Вот вам факты. Как проводят в Турции турки время. Какая прелесть. Молодцы. Есть чему поучиться. Есть. Я пришла уже в свою часть парка. Ближе к своему дому. Вот той части, где мы с вами были. Где очень много людей. Там в основном люди верующие. Вот с города, с верхнего измита. Они спускаются к морю. А вот здесь никого нет. Видите? Вот, пожалуйста. Тишина и благодать. Никого нет. Немножко. Кое-где сидит несколько человек. И так здесь всегда. В основном большинство людей отдыхает в этой части. Они приходят с города, с верхнего. Я показывала вам верхний город. А у нас здесь красота. Красота. Да? Контраст какой. Там сколько людей и здесь. А у нас классно. У нас красота и тишина. Уже включили освещение. Фонарики. Пташки щебе чуть. А? Слышно? Там пение птиц. А здесь море. Здесь море. Уже уважаем. Уже включили освещение. А здесь море. Использую освещение. Вченик. всем привет и на свои пробежечки проходочки 9 часов сейчас 9 часов утра уже жарко довольно жарко у меня здесь не барсеточка у меня маленький клачек такой кругленький вот здесь у меня телефон мои очки носовой платочек я по носовым платочкам я не по салфеткам я люблю носовые платочки вот здесь маленькая сумочка сумочки маленький клачек мы с вами пару минут пообщаемся меня спрашивали таня какой у вас на колени потому что я на свои пробежки проходки одеваю на колени чик значит вот здесь у меня на левой ноге у меня на колени я покупала в киеве испанский на колени стоил 20 долларов 540 гривен вот плотный как плотный чулок он идет по размеру по размеру идет м к л к иксел очка то есть по размеру так об этом рассказала вспомнила сегодня на балконе пью вторую чашку кофе с молочком и вылетает у меня доктор евдокименко тема стоит ли заниматься спортом после 45 лет ой классная тема нужно прослушать думаю что скажет это доктор ну понятно заниматься все нужно наша жизнь зависит от чего даже от нашей активности все в наших руках активный человек он более подвижный и все знают люди активные даже дольше живут чем те которые сидят на скамейке приобретают себе от сидячего образа жизни различные заболевания той заниматься нужно но с умом нужно не переборщить вам 45 или вам 70 заниматься нужно но все под себя не нужно равняться ой а таня делает 50 раз вот это упражнение а как она делает и я хочу 50 раз у вас может не получится вот это упражнение сейчас я наклоны допустим не наклоны прошу прощения приседания не делаю но коленка принципе нормально но я не хочу нарываться то есть под себя у кого-то болят колени кто-то скажет у меня болят колени вы знаете я слушала там подсказывают что нужно ходить по полу на коленках это очень вредно ни в коем случае этого не делайте не делайте какую-то нагрузку на больное колено вот у меня было нарушение латеральной связки латерального мениска я делала кт и вот говорят хорошие молодые ребята врачи никакой нагрузки то есть не нужно делать ходи ходьба до на коленечек зажим да но какое-то приседание полгода не делать полгода проходит и вот это нарушение вот это заболевание так бы уходит уже нарушение частичные латеральной связки латерального мениска у меня вот это на кт показала то есть явно коленики только на упражнение по городу дома без наколенника так дальше кто-то начинает худеть все я иду фитнес-клуб у меня там стоили 120 килограмм я фитнес-клуб фитнес-тренеры вас примут золотыми просто с распростертыми то есть руками это же маны маны будете покупать абонементы там по очень большой сумме денег давать им деньги ты их не работа хирург должен вас присадить на операцию он на этом зарабатывать фитнес-тренер приходить себе в спортзал он должен зарабатывать деньги у вас 100 килограмм какой фитнес-зал какая силовая нагрузка вы же порвете себе вены жили сухожилия какие-то хрящи нарушится у вас этого нельзя делать большой вес блогер худеет вот такая дупа вес за 100 килограмм и она лежит на спине и поднимает ножками какими-то какие-то штанги это че умно и фитнес-тренеру не стыдно сказать мадам похудеть и хотя бы на килограмм 30 для начала а потом придете ко мне это и давление повысится и что хотите и работа сердечной системы нарушится как это силовая нагрузка при большом весе раз когда человек имеет большой вес нельзя давать нагрузку большую на костно-суставную систему ходить с палками даже с палками чтобы облегчать немножечко весом вес убирать свой вы держите себе в руках держите допустим 30 килограмм вы с палками идете уже нагрузка будет меньше а тут рвутся фитнес клуб нельзя это делать многие дачники сейчас на даче да вот сейчас начнется буквозе стоят зю вернее и пошла пошла с этой сапка сапка потом резко голову подымает и кирдык и может подключиться любое плохое заболевание не хочу даже называть какой вы поняли да поэтому не рвитесь а все по себя кто-то скажет то я не хочу заниматься спортом вообще я не спортсменка пожалуйста не занимайтесь не составляйте не нравится не нужно я занималась волейболом я получаю удовольствие от спортивных движений я получаю удовольствие от самого процесса результат мы положим всех на лопатки но процесс не интересен вот я сделала это молодец я иду домой у меня бодрости больше у меня дурочка с головы уходит ну то есть выделяется на боли ческие гормоны и мы должны иметь стресс от физической нагрузки только тогда у нас будет результат стресс не от того что сейчас происходит а стресс нужно иметь от маленькой физической нагрузки чтобы выделялись анаболические гормоны вот тогда у вас будет и кровообращение и будете благодаря этим упражнениям худеть стройнее ну вот такая тема то есть заниматься нужно это классно в любом возрасте но не подражать кому-то вот она так сделала я так сделаю а может быть вы так и не сделаете а сделайте то что кто-то не сделает такое может быть вот давайте возьмем балерины наши спортсменов которые были в большом спорте потом уходят люди из большого спорта все уходят из большого спорта они сидят на скамеечке уже руководят только со своими спортсменами молодыми они становятся рыхлые больные нарушение костно-суставной системы длительный спорт был тяжелый до питания они уже не следят за этим но вы же возьмите сколько таких у нас спортсменов которые были в большом спорте которые на тренерской работе и женщины есть фигуристки да есть есть были на диетке минус 30 килограмм ушли с диетки все набрали 5 30 то есть питание нарушена у людей они уже за этим не следят а возьмите допустим балерин до балерина она до 85 лет она будет у станка у нее постоянно статистические растяжки какие-то наклончики выполняются постоянно она подымает ножку она стоит у станка то есть человек постоянно в системе выполнять растяжки чего не делают люди которые были в большом спорте все они забили на себя ей 85 лет она не скажет я не в том возрасте я уже буду есть все что я хочу на доказ до последних дней своих будет питаться правильно я на возрасте 80 85 она вот такая тонюсенькая вся то есть большая разница человек ведет свой образ жизни и статистические растяжки у этого человека и питание в отличие от наших спортсменов большой спорт возьмите спортсмена и они уходят рано и жизни и заболевания конечно но они уже не следят за собой когда уходит из большого спорта то есть им все позволено наверное так считают это неправильно ну все пообщалась с вами одеваю свой кладчик я уже занималась а здесь это решила с вами пообщаться показала свою сумочку все а теперь гол у меня еще впереди знаете сколько 8 км все занимаемся не ленимся у меня три операции с ногой воде шоу две операции у меня поломалась была пластина 20 сантиметров 9 болтов было у меня были костыли я 8 месяцев не выходила из квартиры я прошла свой этап поэтому не нойте занимайтесь все в наших руках погнали девочки гол набегалась напрыгалась и хочу поблагодарить вас всех за просмотры моего видео я благодарна всем за прекрасное общение за комментарии благодарна вам за лайки огромное спасибо что вы со мной до встречи любите себя